Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также мое традиционное напоминание, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где каждый день мы размещаем конкретные торговые рекомендации и общее наблюдение по рынку. Фундаментальные сводки, которые также являются неплохим подспорьем для тех, кто смотрит на рынок не из краткосрочных спекуляций, а на долгосрок. В общем, информации много, пользуйтесь. И если есть пожелания, если вы хотите нам что-то порекомендовать в плане улучшения контента, обязательно пишите в комментариях, либо можете касаться этой темы, общаясь с вашими персональными менеджерами. Ну что ж, друзья, сегодня эстафету потенциального мощного драйвера для динамики доллара у Джерома Паула перенимает отчет по инфляции в США. Данные традиционно для штатов будут опубликованы в 16.30 по московскому времени. И заранее хочу сказать, что по ожиданиям, согласно консенсуса, прогнозу, экспертной оценке и вообще тех, кто следит за изменениями в активности потребительского спроса в Штатах, все они прогнозируют, что сегодня мы увидим впервые с 1982 года в Штатах показатель инфляции выше 7 процентов. Оно и понятно, что инфляция должна была расти не просто так ФРС некоторое время назад радикально сменил вектор своей монетарной политики. Наконец-таки признал, что рост инфляции это не какое-то производное и следствие временных факторов, это самая серьезная головная боль, с которой Паулу, который в принципе сохранил за собой оппозицию главы регулятора на следующие 4 года, придется бороться в течение следующих многих лет. Сейчас очень многие связывают эффективность президентства Байдена с эффективностью политики американского регулятора. Я с этим доводом согласен, потому что если ФРС окажется неэффективным, если опоздает с мерами, которые реально могут остановить рост индекса потребительских цен, то тогда инфляция в США будет расти и останется на очень высоких уровнях в течение нескольких лет. Это будет негативно влиять на все, что имеет отношение к американской экономике. И через какое-то время ФРСу придется действовать более агрессивно, радикально повышая процентную ставку. Но к чему это приведет? Только лишь к серьезному, тотальному, наверное, даже обвалу американского фондового рынка, что Байдену прежде всего не простят. Поэтому я допускаю, что то, как лоббировала администрация Белого дома к кандидатуру Паула, все-таки является следствием того и причиной того, что Паула авторитет. И он реально знает, что делает. И я очень рассчитываю на то, что Паула в ближайшее время не включит заднюю и не сообщит через некоторое время нам, трейдерам, инвесторам и спекулянтам, что экономические стимулы все еще необходимы для американской экономики. Я очень рассчитываю на то, что Паула продолжит двигаться по пути о ужесточении монетарной политики. Его вчерашнее выступление перед Банковским комитетом Конгресса США, которое было приурочено утверждению его как раз на позиции главы американского регулятора, содержало очень много комментариев относительно того, что будет делать ФРС борясь с инфляцией. И делать он будет, друзья, прежде всего следующее, сократить программу количественного смягчения и, возможно, уже в марте повысить процентную ставку. Ранее у нас был Буллард как авторитет мнения, голосующий член американского регулятора. На его точку зрения мы опирались, когда тоже разделили, наверное, мнение многих трейдеров, что март – это подходящее время для повышения ставки. Сейчас к Булларду уже подключились Бостик и Степ Джордж, то есть все больше голосующих членов за то, чтобы повысить процентную ставку в марте. И если буквально в начале этого года, друзья, мы с вами говорили о трех повышениях процентной ставки и делали еще отсылку на протоколы заседания американского регулятора, то сейчас уже будет правильным сказать и допустить, наверное, что этих решений может быть больше трех – четыре. И, соответственно, ставка может быть поднята до 1,25%. Как все это будет влиять на доллар? Я при таком фоне, при том, что вчера было обозначено Павлом во время его выступления в Конгрессе, что будут задействованы все инструменты, чтобы остановить рост инфляции. И сегодняшний отчет в 16.30 будет очень показательным, друзья. Если индекс потребительских цен реально превысит 7%, то будьте уверены, что через неделю, через две все голосующие члены ФРС будут отстаивать идею того, что ставку нужно повышать. Я буду ждать этого момента, потому что хочу заработать на росте доллара. Наверное, так же, как и многие из вас, соответственно, буду держивать длинную позицию по американской валюте. Доллар-иен у нас в лонгах, и сегодня на азиатской сессии пара растет. Я думаю, что этот рост продолжится. Рынок нефти 83.79, конечно же, бешеная восходящая динамика, причем вчера вообще парадокс, связанный с этим ростом, потому что этот рост наложился на очевидные сигналы, связанные с опасениями трейдеров, что микронштампа влияет на спрос. Этот рост совпал с восстановлением нефтедобычи в Ливии после того, как повстанцы разблокировали крупнейший нефтяной терминал порта Шарара в Ливии и на восстановление добычи в Казахстане. То есть раньше, ладно, мы говорили, что срывы, перебои поставок – это традиционный фактор поддержки для цен на нефть, но нефть растет сейчас тогда, когда всех этих рисков уже нет. Мне очень хочется нефть зашортить, и сегодня я себе в этом решил не отказывать, друзья, поэтому поставил стоп с отметки 83.50, буду ловить в случае развития коррекционной динамики более мощное снижение. Золото 1820 выше 1800 долларов за тройскую унцию. Да, это обидно для тех, кто хотел все-таки увидеть более дешевое золото, я в их числе, но так же, как и в отношении с индексом доллара, я смотрю по-прежнему вниз, потому что полагаю, что золото не в силах будет конкурировать с ростом доходности американских облигаций. Евро против доллара остается шорт. Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что 50% населения Европы заболеет микроном уже к середине февраля. Лагард, который выступал вчера, подтвердила, что стимулирующая политика в еврозоне – это надолго. Несмотря на то, что индекс потребительских цен достиг 5%, это, по сути, пиковые значения по версии Лагард. И дальше индекс потребительских цен в еврозоне не прорвется, то есть в ближайшие месяцы он стабилизируется и начнет снижаться. Поэтому нет необходимости ужесточать политику. Это то, что как раз было нужно тем, кто хотел купить евро в расчете на то, что ИЦБ тоже подключится к гонке прочих центральных банков по отказу от экономических стимулов. Но ИЦБ не собирается этого делать, поэтому я не вижу причины для какого-то роста европейской валюты. Фунт против доллара очень высоко забрался без какой-либо коррекции. И даже по классике жанра эта коррекция необходима. На фоне еще укрепления позиций и ожидания, точнее, роста курса доллара, я думаю, что при коррекционной динамике она может оказаться значительной по фунту и стоит ему сразу не меньше пары фигур. Поддерживают фунт сейчас ожидания роста процентных ставок. Но если это так, друзья, то эти ожидания, они уже полностью дисконтированы, заложены в курсе. И дальше фунту просто не на чем будет расти. Биткоин 42 681 доллар. Не торопитесь, друзья, с покупками. Я по-прежнему склонен полагать, что рынок рептовалют просядет еще сильнее. И причина в этом будет заключаться в том, что ФРС сменил риторику, начал ужесточать монетарную политику. Ужесточение политики в США это не только то, что приведет к изменению стоимости денег, но и то, что скажется на риск премии. Это важно понимать. Такие активы, как криптовалюта, мем токен, какие-то они априори, обладают втрое выше риск премии, чем, например, какая-нибудь акция. И ужесточение политики, если уж приведет к снижению фондового рынка, то уж и подавно спровоцирует еще более мощное снижение и развитие медвежьей динамики на рынке криптовалют. Я по-прежнему жду 30 тысяч, друзья. И до тех пор, пока рынок не доберется до этой цели, вряд ли присмотрю свои ожидания. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.